Ресурсный класс Основное количество, основные знания, основные академические программы они будут изучать в этом классе и будут постепенно-постепенно включаться в обычные классы. То есть это такая специальная, условно говоря, это специальная комната. То есть дети зачислены в обычные классы, но при этом мы понимаем, что у этих детей нет возможности обучаться вместе со всеми. Поэтому мы помогаем им какие-то сложные вещи, учебные вещи и поведенческие программы брать в среде, где они занимаются один на один с тьютером, а в класс уже включаться тоже, естественно, вместе с тьютером, но постепенно, по мере своих возможностей, включаться в класс. Когда дети доходят до того уровня, что они могут получать основную массу знаний в обычном классе, то они постепенно переходят из ресурсного класса, все больше и больше переходят в обычный класс. И уже оттуда, если вдруг, ну, допустим, все хорошо, но проблемы с математикой, то ребенок будет ходить на все уроки в класс, а математику он будет брать индивидуально в ресурсном классе, потому что для него, допустим, эти навыки взять в количестве 30 человек и одного учителя будет очень сложно. Тьютер — это человек, который проводит все время вместе с ребенком. В начале года с Никитой были сложности в выстраивании учебных занятий. Он с трудом иногда заходил в класс и мог сесть за парту, и сложно было проводить урок целиком. Сейчас он точно знает, когда начинается урок, он может по звонку самостоятельно прийти на свое рабочее место, следить за визуальным расписанием, которое висит на парте, может без проблем конструировать, моделировать из кубиков, сортировать изображения предметов по разным категориям. Сейчас мы учимся с Никитой соотносить слова. Пока выбор из двух, написанных разным шрифтом, то есть он их читает и соотносит с таким же. Никита хорошо занимается на общих уроках в регулярном классе, куда мы ходим, два раза в неделю. Он обращает внимание на учителя, следит за инструкциями. По мере выполнения заданий я как тьютер выдаю ему по одному жетону, и ребенок видит, сколько жетонов он уже собрал, сколько осталось собрать. И когда он собирает все 10, то ребенок получает выбранный приз. Ему очень нравятся пузыри мыльные, мы часто с ним пускаем мыльные пузыри, как поощрение. Василиса — это ребенок, который очень плохо понимает речь, но ее сильной стороной является визуальное восприятие. И в связи с плохим пониманием речи в начале года у нее было много трудностей, много нежелательного поведения в классе. Поэтому мы увидели эту проблему и решили максимально увеличить ей визуальную поддержку. Я вижу желтую ленточку. Правильно, это желтая ленточка. Хорошо. Хорошо. Также у нее есть специальный коммуникатор, с помощью которого она может выражать свои просьбы, желания. Я хочу оранжевый бусинок. Да. С одного-двух раз она может понять, как выполнять какое-то визуальное задание. Она обучается глобальному чтению, соотносит слова, запоминает их. Она занимается математикой с помощью специального пособия «Нумикон». И тоже уже освоила числовой ряд в пределах пяти. Может соотносить одинаковые фигуры, обозначающие цифры. Может подбирать к ним число, которое обозначает эту цифру. Любимые поощрения разные сладости пищевые. Также ей нравятся сенсорные игрушки, например, так называемая слизь в баночках. Проблема слишком повышенной чувствительности к звукам – это очень распространенная проблема при аутизме. И Андрей – это мальчик, у которого очень сильно выражена такая проблема. Естественно, школа – это очень шумное учреждение. В нем невозможно исключить шум от других детей, и он носит противошумные наушники. Он совсем не говорит, ему не удается произносить большинство звуков, но при этом он прекрасно понимает все, что говорят ему. Одна из наших первых задач в работе с ним – это развитие его способностей коммуникации. Потому что если человек не может говорить, это еще не значит, что он не способен общаться с окружающими. Также мы работаем с ним над базовыми учебными навыками, которые понадобятся ему в будущем учебном году. Например, над базовыми навыками счета мы с ним начали работу по системе «Нумикон». Это специальная система для обучения количественному счету детей с особенностями развития. И мы учимся с ним понимать, что такое количество и каким образом количество соотносится с цифрами и с порядковым счетом от 1 до 5. Андрей чаще всего выбирает различные пищевые поощрения, так называемые. Ну, это какие-то сладости, кусочек конфетки. И самое большое для него сейчас поощрение – это леденец на палочке. Но его он может получить только на самом последнем уроке, потому что для него это самое сложное занятие. И за самое сложное занятие он сейчас получает свое самое сильное поощрение. То, что для него самое большое поощрение, потому что для него это самая тяжелая работа на данный момент. С начала года Святослав сильно продвинулся в навыках сотрудничества с другими взрослыми. Он может работать на протяжении четырех уроков, выполняет практически все задания, охотно идет на контакт, откликается на вербальные инструкции. Отлично. И последняя буква. Слово. МА-М-Ш-И-НА. Покажи, где машина. Святослав, где машина? Где машина? Где она? Вот, точно, эта машина. Ты молодец. Святослав учится читать и писать. Он знает почти весь алфавит, знает цифры, умеет читать простые слоги. Буква? М. Молодец. Буква? Ух ты, ты назвал букву У, молодец. Святослав много рисует, и мы поддерживаем его в этом стремлении. Надеемся, что это станет его будущей профессией. Он очень увлечен темой метрополитена, и сейчас в основном рисует станции и пассажиров, которых видел по пути. Тестя. А это? Папа. Папа. А это кто? Самое важное для Святослава в нашем проекте – это возможность взаимодействия с другими детьми, выстраивание дружеских отношений и развитие игровых наук. В этом проекте я участвую второй год и участвую в качестве тьютера. Вообще, к тему аутизма меня привел мой сын. Я, как бы, помню того, что педагог, и являюсь еще мамой ребенка с аутизмом. Инициативная группа родителей, детей, которые сейчас обучаются в этом классе, у родителей есть инициатива с тем, чтобы их дети продолжали свое обучение в следующем году в общеобразовательной школе. То есть, как бы, применить право ребенка, ну, что мы называем инклюзией, да, то есть право ребенка обучаться среди своих сверстников в той же образовательной среде, в которой будут обучаться и другие нейротипичные дети.